Выдающийся российский вице-адмирал и флотоводец, изобретатель и океанограф, полярный исследователь и кораблестроитель 8 января легендарному мореплавателю Степану Макарову 175. Почтить его память собрались десятки курсантов и выпускников Высшего военно-морского училища, названного в честь флотоводца, а также ветераны Тихоокеанского флота и воспитанники клуба «Юный патриот Родины». Это был настоящий патриот нашей Родины. Человек удивительно одаренный, талантливый. В любой области, в которой бы он ни трудился, он проявлял себя с самой лучшей стороны. Мы помним с вами, товарищи, это и исследование Мирового океана, его вклад в это дело, военное дело, когда он занимался минными делами, вопросами, строительство корабельное, ледокольное. Первооткрыватель сразу в нескольких областях Степан Макаров постоянно выдвигал новые идеи по улучшению оснащения кораблей и их боевого использования. Во время русско-турецкой войны он впервые на русском флоте применил для атаки вражеских кораблей самодвижущиеся мины торпеды, тем самым положив начало созданию миноносных кораблей и торпедных катеров. Но все же большая часть его жизни была связана с Тихим океаном, поэтому неудивительно, что вот уже 70 лет его имя гордо носит Тихоокеанское высшее военно-морское училище. Училище в 87 лет выпустило трех главнокомандующих военно-морским флотом, командующего объединенным стратегическим командованием и, если не ошибаюсь, 247 высших офицеров. Включая даже, так уж получилось, и войска ПВО. Многие награждены орденами и медалями, я думаю, заслуженно. Поэтому, я думаю, что училище, ну, во всяком случае, не опозорило имя великого русского флотоводца. Степан Макаров погиб во время русско-японской войны в 1904 году. Его броненосец Петропавловск подорвался на вражеской мине недалеко от порта Артура. Но имя легенды не кануло в океанскую пучину. Оно по-прежнему живет и вдохновляет своим героическим примером новые поколения. Субтитры создавал DimaTorzok